Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. В недавнем эфире показывали Сашу Гозиас и Костю Иванова, съемки были из ванной комнаты. Зрители удивило, в какой грязи живут ребята. Вот один из комментариев. Я пребываю в шоке. Вся стиральная машинка в вещах, валяются какие-то пакеты, шмотки. Она переживает, что ей мало секса. С чего у мужика, который живет в такой грязи, желание отобудется балдахином? Неудивительно, что она в разводе. В сети появились фотографии Лилии Четрару до пластических операций. Два первых снимка, сделанные в 2014 году. Лилия подтвердила, что она ждет ребенка, отец которого Сергей Захарьяш. Вот что она написала в своем блоге. «Я в шоке не от результата, а от наплевательского отношения ко всему происходящему со стороны Сергея. Удерживать его не буду, ушел, иди. А мы в любом случае будем счастливы. Грех брать на душу не буду. Сергей же сомневается, что Лилия беременна от него. У меня есть большие сомнения, что ребенок вообще мой. Я принял решение сам лично разобраться в этой ситуации и жду совместной поездки к врачу-гинекологу». Ребята на поляне отмечали день рождения Валеры Блюменкранца. Ему исполнилось 28 лет. Поздравляем Валеру. Ольга Ветер крестила сына. Кадры из церкви случайно попали в сеть. Появилась информация, что Глеба Жемчугова на Кристины не пригласили. Ольга поспешила опровергнуть эти слухи. «Что значит, не пригласили?» – написала она в своем блоге. «Хватит писать всякую ерунду. С Глебом у нас хорошие отношения». Глеб не захотел говорить на эту тему с журналистами, но подтвердил, что Кристины действительно состоялись. Ольга, начитавшись комментариев от подписчиков, решила отныне закрывать комменты под фото с сыном. Бывший участник «Дома-2» Михаил Терехин пообщался с народом в Перископе. В видеотрансляции он рассказал о своем отношении к конфликту между Татьяной Африкантовой и Ириной Агибаловой. Он не находится ни на чьей стороне, развлечения у них не по возрасту. Внуков надо воспитывать, а не по тусовкам бегать. Обе пиарятся, и у обеих ума не хватает остановиться. Он считает, что в суде выиграет Агибалова, но отсудит 5000 рублей, не больше. Мишу спросили, занимается ли он сетевым бизнесом вместе с Гобозовыми. «Такой ерундой я не занимаюсь, это лохотрон», – ответил Терехин. Вика Карасева, бывшая участница «Дома-2», публикует кадры домашней фотосессии. Вика выглядит не очень хорошо. Она не расчесана без макияжа, лежит на всех кадрах в кровати. Будем надеяться, что у Карасевой все в порядке. Марина Мексика изменила цвет волос. «Я устала быть брюнеткой и навсегда распрощалась с темным. Я в восторге от нового цвета, но это еще не конец. Мой образ только на стадии развития». Ольга Бузова презентовала свою новую песню «Привыкаю» на «Доме-2». Ольга поблагодарила ребят за подтанцовку и хореографа Юлю, которая совершила невозможное и поставила этот танцевальный номер за одну репетицию. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома-2» на канале ТНТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова